Загадочная история в Москве. Нашему корреспонденту пришлось прийти на помощь женщине, которая уверяет, что кто-то проклял их семейство. Есть даже конкретная причина всех бед. Это черный монах, повстречавшийся однажды даме на жизненном пути. Это роковое свидание осталось не только в памяти. Есть и вполне конкретная фотография, свидетельствующая о том, что контакт был. И именно это фото якобы несет зло, точнее не сло, пока нечистую силу не взял к себе на поруки. Станислав Григорьев. Ничего не предвещало к несчастью. Но это ведь рак. Светлану Барбатинкову преследует неудача. Не так давно у женщины умер муж и почти сразу без вести пропал внук. Светлана убеждена, это непростое стечение обстоятельств. Якобы во всем виноват призрак, которого она однажды встретила. То ли убили, то ли утонул черный монах. Это было, говорит. Почему черный обязательно? Черный монах. В этот раз мы поехали между... Вот здесь есть Святое озеро. Этот снимок был сделан несколько лет назад, в тот самый момент, когда Барбатинкова вместе с подругами, их детьми и внуками отдыхала в Тверской области. Проявив пленку после поездки, женщины ахнули. Не то смерть без косы, не то мужчина в черном монашеском одеянии отпечатался на заднем плане. Но там, на поляне, незнакомца никто не видел. Никто сначала не обратил на это дело внимания. Когда уже фотографии получили, стали рассматривать, вы понимаете, посторонний человек. С тех пор Светлана и ее подруги потеряли покой и сон. Им кажется, что призрак появился на фотографии неспроста. И их близким грозит опасность. Картинку, кстати, изучили специалисты по паранормальным явлениям. И пришли к выводу. Скорее всего, над доверчивыми дамами кто-то пошутил. Это подделка, хотя и очень качественная. Нам присылают большое количество фотографий, очень похожих. К сожалению, в эпоху фотошопа можно подделать огромное количество таких снимков. Интерес в том, что это снято на пленку. Подделать что-либо с пленкой, это очень сложно. Но чтобы окончательно развеять сомнения, Светлане предложили обратиться к экстрасенсу. Ясновидящая Татьяна Караханова попыталась вступить в контакты с духом. Это фантом. Полчаса работы с фотографией принесли результат. В иносказательной форме прорицательница дала понять Светлане, что беспокоиться по поводу призрака не стоит, а снимок лучше выбросить. Насколько мы играем с фантомами, настолько они играют с нами. Влиять они могут только тогда, когда мы чего-то боимся. После сеанса Светлана призналась. С души как будто камень упал. Она больше не верит в привидения. А фотографию женщина отдала журналистам. Пусть лучше не суеверные люди любуются зловещим призраком. Мы решили провести эксперимент на собственной шкуре. Я заберу эту фотографию себе домой. Положу ее в ящик стола. И посмотрим, какие события произойдут со мной в ближайшее время. Станислав Григорьев, Виктория Островец, Алексей Федотовский, экстренный вызов.